Прежде чем подробно рассматривать миоз, я хочу кратко сравнить метоз с миозом. В видеоролике, посвящённом метозу, мы подробно рассматривали этот процесс, но сейчас я вам кратко всё напомню. В случае метоза у нас есть изначально клетка с диплоидным количеством хромосом. Я напишу 2n, это означает диплоидное число хромосом. Для человека это 46 хромосом. Вы наследуете 23 хромосомы от отца и 23 хромосомы от матери. Иными словами, у вас есть 23 гомологичные пары хромосом, дающие в итоге 46 хромосом. После того, как клетка вступила в процесс метоза, а затем цитокинеза, в результате получаются две клетки с тем же генетическим набором, что и у исходной клетки. Получаются две клетки, у каждой из которых точно такой же диплоидный набор хромосом. 2n здесь и 2n здесь. Каждая из новых клеток идентична исходной клетке. Она снова входит в интерфазу. Растет, удваивает ДНК и центросомы, после чего снова растет и может участвовать в метозе. Именно так растут и размножаются большинство клеток вашего организма. Благодаря этому процессу из одной единственной клетки получается взрослый организм. И это цикличный процесс. Каждая клетка, получившаяся в результате метоза, дальше снова вступает в полный жизненный цикл. А что такое миоз? Этот процесс немного отличается от метоза. Он протекает в два этапа. В самом начале у нас точно так же есть клетка с диплоидным набором хромосом. В интерфазе в ней точно так же дублируются молекулы ДНК. Дальше клетка вступает в фазу под названием миоз-1. В результате фазы миоз-1 образуются две клетки с гоплоидным набором хромосом в каждой из них. Гоплоидное число хромосом обозначается буквой Н. Если говорить о человеке, то в изначальной клетке было 46 хромосом, а в каждом ядре каждой новой клетки будет по 23 хромосомы. Но это еще не все. Дальше каждая из этих клеток вступает в еще одну фазу, она очень похожа на метоз. В результате каждая из этих клеток разделится на две копии. В итоге у нас будет четыре клетки, в каждой из которых гоплоидное число хромосом. Причем каждая из них далеко не обязательно несет ту же генетическую информацию, что и ее предки. Поскольку во время первой фазы миоза, когда из диплоидной клетки получаются две гоплоидные клетки, то есть во время фазы миоз-1, гомологичные пары хромосом распадаются. В каждой дочерней клетке могут оказаться хромосомы от матери и хромосомы от отца. Это верно и для первой клетки, и для второй. Каждая гомологичная пара распадается случайным образом. А вторая стадия, миоз-2, очень похожа на метоз, с той разницей, что здесь мы имеем дело с гоплоидными клетками. И тут важно понимать. Миоз не замыкается в цикл. Получившиеся в результате миоза клетки – это гометы, половые клетки. Дальше они могут участвовать в оплодотворении. У мужчин этот процесс протекает в семенниках и порождает сперматозоиды. У женщин же этот процесс протекает в яичниках и порождает яйцеклетки. В итоге получается четыре яйцеклетки. Но только одна из четырёх будет полноценной яйцеклеткой, а остальные станут так называемыми полярными тельцами. У деревьев это будет пыльца или пестик или семяпочка. Так или иначе, эти клетки участвуют в процессе оплодотворения. Они сливаются в результате полового процесса, чтобы образовать оплодотворённую яйцеклетку, которая дальше, благодаря метозу, образует новый полноценный организм. Итак, повторю ещё раз. Этот процесс не цикличен. Эти клетки встретятся с клетками другой особи, сольются с ними, создадут новый организм и начнётся новый круг жизни. Но в отличие от миоза, метоз может продолжаться сам по себе. Дочерние клетки при метозе генетически эквивалентны родительской клетке, в то время как дочерние клетки при миозе отличаются от родительской. Но где протекают эти процессы? Об этом мы говорили в прошлых видео. Метозом размножаются соматические клетки, те, что составляют подавляющее большинство клеток нашего организма. А где протекает миоз? Он протекает в гоноцитах. Как говорилось выше, у мужчин это всё происходит в семенниках, а у женщин в яичниках. При этом сами половые клетки могут точно так же участвовать в процессе метоза для создания новых половых клеток с диплоидным набором хромосом. Или они могут участвовать в миозе для создания сперматозоидов или яйцеклеток для создания гомет. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим. Продолжение следует...